Валентин Иванович, все-таки, вот прям, глядя в камеру, скажите, с какого числа, какого месяца, в каком году вы родились? Совершенно разные. Очень. Это вы правы. Сразу скажу. Не верьте все, что написано. Не верьте. Да. Не верьте никому. Ни в коем случае. И не верьте мне. Я одной журналистке, которая так же, как и ты, пристала и сказала, Валентин Иванович, ну давайте, ну только для меня. Она украинская журналистка и только для меня. Скажите, потому что одни такой возраст дают, такой. Я говорю, вы знаете что? Давайте делайте так. Пишите, какой вы видите меня. Каким вы меня видите. Вот вам кажется, что где столько? Пишите столько. Кажется, что совсем я уже дряхлый старик. Пишите такой дряхлый. Какой напишите, я не обижусь никогда. Я уже не доказываю. Она опять и опять. Я говорю, ну ладно, но только вам скажу это. Обрадовалась, но невозможно. Вы не видели, что здесь было за это? Обрадовалась. Я говорю, ну только вам, честно скажу. Притихла, ручку взяла, я говорю, Валентина, понимаешь, я так заврался, что в последнее время я начинаю высчитывать, а правда, сколько же мне лет? Я так и не знаю. Она взяла в статье. Слово в слово так и написала. И это вот эта вот строка самая большая, чем тебе понравилась. Понимаешь? Поэтому давай сделаем так. Умышленно я путаю всех в космосе. Просто по-настоящему умышлению. Умышленно я не говорю. Ну вот тут не причина, это не ваша. Как, что, почему? Это умышленно. Реально, вот сколько? Неужели 100? 75? Нет, ребята, да вы что. Пополам поделите 100. И эту 100 еще наполовину. Вот. То есть еще полтинник наполовину. Ну 75 лет, да? Это 38 лет. Тихо, тихо, тихо. Ну, спокойно, да. Вот я перед тренировкой, когда сегодня будешь, у меня боли есть. Я вот пью две. Это считается большая доза, но это всегда очень тяжелый. Это аспирин. А что большой? Я попер, пью, когда заболеваю. Да, я знаю. А для чего это? Разжижение крови. Аспирин. Это суставы. Это вот когда боли в суставах, все, я вот его выпиваю. И где-то фактически, ну сейчас уже поздно выпить один у меня есть для боли в суставах, так, лекарство, но я уже сейчас выпив. Ну пока развинаться, я буду, может быть, и можно выпить. Я так, не химия ничего, просто я расскажу, как дорожно, не сегодня, вчера, утром, я же встаю пол, пол пятого, потому что в пять я уже на работе здесь. Это, и спускаюсь по лестнице, тихонько, чтобы не слышно было, знаешь, так, тук-тук-тук, и бац, как схватило икру, только не судорога, а вот он прострел, знаешь, как будто вот волокна надрыв. Такой, я сбрасываю вес сейчас очень сильно. Я сейчас сбросил очень много килограмм за две недели. Я сейчас скажу, за две недели 11 или около 10 килограмм, давай так, чтобы точнее. Это с какой-то целью это делаете? С какой-то целью вы делаете? Нет, не делаю никакую диету, просто неправильно питаюсь. Питаюсь утром каша, одна пиалка, сейчас пол грудинки и салат, все. И бывает уже вечером ложусь спать, уже не ем. Но у меня сейчас, раз я сделаю вот эту тренировку, у меня еще остается пол грудинки. С вот этим салатом, который вы видели, еще стоит вот сейчас еще после. Откуда же вы силы берете на тренировке? Ребята, сейчас я и не знаю, будет ли сила, вот поэтому мы сейчас поедем и будем пробовать. Будет ли сила или не будет сила? Потом тогда вы скажете. А питание вот в те годы, когда были в общем форме? Нет, я расскажу. Три раза в день, как все советские люди? Да, три раза в день, питание неправильно, нет соблюдения ничего, кроме. Единственное, что я очень строго соблюдал, это я делал так называемый папин супчик, я называю его. Папин супчик, почему называю? Потому что я, Аня выросла на папином супчике, валюшка мой растет на папином супчике. А, вот, про возраст задал вопрос. Какой я старый? Четыре года сын? Ну да. Мало того, что еще трое. У меня только четыре года внуку молодцы. Ну, так у меня внучь и пять лет? Ну, он про сына говорит. А я про сыну? Да. Значит, ты понял, какой город от меня? Ну, лет двадцать пять. Подожди. Найди ошибку. А, вот здесь, давай не будем, это по-настоящему здесь, мне 61, честно. Я вам... А если кто-то узнает, когда это делалось, фотография? Никто не узнает. Или это один из многих... Я скажу, что это я пошутил. Это... Найдите ошибку в углу написанную. Прочитайте в самом углу вверху. Двадцать пять лет центру В.И. Дикуля. Вот правильно. Надежда. Двадцать пять лет? Двадцать пять лет правильно. Центру слова не должно быть. И последнее у меня буквой Ю должно быть. А, Дикулю. Прочитай. Двадцать пять лет Дикулю. Правильно. Нашел. Вот сейчас тебе ответил на этот вопрос, который ты... Нет, это берите, берите. Спасибо. Во-первых, это... Вот такие еще. Это двадцать пятилетия, вот только в этом году у нас этому центру. Здесь вы как артист. Такая... Я народный артист. Нет, я имел в виду, как певец там. Я народный артист России. Да, здесь написано. Академик. Вот, поэтому... Вот, я хочу сказать следующее. Да, по питанию. Когда... Когда мы... Мозгами, запомните, до очень глубокой старости, мы будем себя чувствовать всегда молодыми. Но мозгами оболочка наша стареет. Почему? Потому что вот сейчас у нас такая картина бывает. Вот, садись и думаешь, или идешь в зал, да, почему я... Это для меня тяжелое, почему это для меня тяжелое, почему... То есть, раньше я как бы добрал, это было элементарно. Сейчас берешь, это тяжело. Понимаешь? Поэтому вот, грубо говоря, когда в жизни ты меня видел бы, что я две гантели по сорок, было для меня тяжело сжать. Сейчас я живу тебе, ну, 10 раз я тебя сейчас могу сделать, но я на них не тренируюсь, правда, сейчас. Но раньше это я даже вот эту разводку же делал. Разводку вот так, телами вниз. С полтинниками делал, хвалюсь. Это хвалюсь, это правда. С остановкой и возвратом назад. А только потому, что у меня перекаты были шаров. И останавливал шары. Возврат назад, это вот так вот и обратно, да? Нет, сверху, опускал сверху. И обратно. И обратно. Потом снизу опускал до угла и обратно. Делал с полтинниками, это правда. Посмотреть бы и снять на камеру бы такое. Увидеть бы видео. Да. Поэтому это увидеть нет. А, ну, увидеть это. Сейчас вот начну тренировки. Просишь же приходить на тренировки. Когда начну, вот, перекаты делать шаров. Перед тем, как делать перекаты шаров, я должен подготовить. Я взять шар, я не перекочу его. Перед этим я должен натаскаться на гантелях. И вот, и там есть тоже маленький, как держать гантели. Не вот это, как культурист качает это. Это разные вещи. Единственное, что сейчас проблема, у меня вот железо же стоит. И рука у меня железная. Я не могу вывернуть руку. Вот тут у меня будет проблема. Перекатка начинает. Операция была. Да, вот там все. Тут у меня и плечо, все. У меня же прокрут левого плеча полный провод, а это сложилось в обратную сторону. У меня все металлическое. Валентин Иванович, а вот, знаете, после малейшей травмы некоторые бросают спорт. Там, я получил травму, все, я не могу. А вот вы сломанный-переломанный, а продолжаете неимоверные нагрузки. Это что, просто потеря инстинкта самосохранения или что? Нет, 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 нет. Ведь некоторые же любят, когда у них что-то ломается, там, рвется. С возрастом человек ударяется в детство, а есть в маразм. Вот я в детство первый ударился. Не, ну ничего не ёкает, там, вот у меня рука сломана, зачем я сейчас буду еще это поднимать? Я наоборот, мне все тормозят. Смотри, ты без глаза, смотри, потеряешь второй глаз. Смотри, ты, позвоночник у тебя, смотри, это. Вот сегодня сейчас иду приседать, у меня болит спина, честно болит. Но я, почему? Я сказал, может быть, я сейчас, если легко я сделаю это, я вам покажу вот ту же тягу. Ну, пускай я там не 20 сделаю, а 300. Может быть, все будет зависеть от того, как я поведу себя, понимаешь? А вот что еще посоветовать ветеранам, например, с возрастом реже тренироваться, чтобы организм успевал восстанавливаться? Нет, не реже тренироваться. Три раза в неделю обязательно надо, хотя бы три-два раза в неделю надо тренироваться. Единственное, сократить те большие веса и работать ради чего ты, что работаешь, что ты хочешь достигнуть? Здоровья? Почему? Потому что, когда ты резко прекращаешь работу, организм привыкший 10-15 лет тренировки, а тренировки были экстремальные тренировки. Ну, хорошо, техника отрабатывает, там, те большие веса, но все равно все экстремальные, все равно все ты рвал, тяги делал, рывковые, толчковые тяги там делал, то другое. Все равно приседания, ты делал это все. И резко прекратив, начинается, ну, будем говорить, застой малого таза, кровь не прекращается, ноги, вены сразу, начинает выходить из этого печень, желудок. Почему? Потому что каждый организм, каждая часть организма, то есть, оно привыкло к экстремальной нагрузке. Это у них обыденное, то есть, его жизнь, этой, той или иной части тела. И вдруг ты отнял, привел сидеть, смотреть телевизор, газету почитать, ну, если возможно, прогулялся, если ничего не болит. Все. И каждый орган, имея 20-15 лет тренировки такой экстремальной, резко останавливается и начинаются нарушения. То есть, нужно, закончив тренировки, продолжать их, не в тренировочном режиме, не надо тебя рвать, раз тебе не надо, раз плечи болят, не надо тебе толкать, не надо, раз спина болит. Но работать нужно в режиме сидя, лежа, не давая нагрузку на осевую и так далее, и так далее. Потому что мышцы быстро-быстро атрофируются, когда сильные мышцы, очень быстро атрофируются. Средние, не сильные мышцы такие есть, которые, ну, так человек как ходил, так и ходил, ну, будет ходить, чуть лучше, чуть хуже, слабеть будет. Но когда суперсильные мышцы были развиты, и ты прекратил все, они резко-резко падают. И сразу снижение высоты бежпозвоночных дисков, снижение межсуставных щелей. И летят, 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 все. Нарушение обмена веществ, нарушение костно-хрещевого обмена, суставы, потому что все время, хочешь не хочешь, суставы получали удар. Понимаешь, хрящи, все. Поэтому еще раз, всем ветеранам советую все-таки по возможности очень иметь легкие, маленькую, небольшую штангочку, небольшие гантельки. И дома понемножку заниматься. Или самое лучшее, все-таки приходить в клубы, которые рядом, как ветеранам, вам всегда открытые двери во всех будут в клубы. Не может быть такого, чтобы никто не пустил бы заниматься. И понемножку, с молодежи, смотря как ребята, и вы немножко втягивайтесь, это самое лучшее продление жизни и настроения. Потому что, запомните, все находится не в мышцах, не здесь, а в голове. Будем говорить, там заложен, давайте, тоже неправильно я выражу, как бы чип, который заложен. Ты его отработал, заполнил и запрограммировал. И вот этот чип, то он должен продолжать дальше работать. Это от головы исходить. Надо любить жизнь, любить себя. И любить жизнь, да, если вы говорите, вот слово вы сказали, любить себя. Ну вы что, не любили, ломались, бились это. Когда мы молодые, вы хоть раз задумывались. Слушай, я поднимаю такие тяжести, толкаю, рву такие тяжести. А потом, что будет же, будет плохо. Задумывались, нет, вы хотели быть красивее, быстрее, сильнее и ловче всех. Была такая сначала мысль. Но мы не думали, что когда будет старость, какие мы будем старость. Вот та же вся. Я сейчас не загадываю, что будет вперед. Я загадываю. Я единственное знаю по себе, по своему организму. Потому что я очень много лет отработал с железом. Вот я чисто номер отработал 37 лет. А с железом я намного больше. Значит, зная, что прекращаю заниматься, активно работаю со всеми людьми, работаю. Все равно я хуже, хуже, хуже. И одна болячка, другая болячка. Беру гантели в руку, беру штангочку в руку, небольшие веса. Пошло подъем, пошло настроение, пошло состояние улучшения. Перестатика, кишечник заработал лучше, желудок заработал. Все, все, все. И пошло на подъем. Да, это очень интересно. Ваше мнение. А это очень многие... Это даже мое мнение. Но это ни в коем случае никакое открытие. Это открытие уже сотни-сотни тяжелоатлетов и вообще спортсменов сделали за свою жизнь. Которые не спились, а сошли со спорта или в спорт ушел, увел, то есть вытолкнул их. Потому что когда спорт выбрасывает, это самое тяжелое и самое обидное бывает вещь. Ты бываешь обижен не только на спорт, а обижен на всю страну. Потому что ты отдал для спорта все. И когда из тебя выжили все и потом ничего не дали, а выбросили тебя, это самая тяжелая травма психологическая. А отправиться от такой травмы очень сложно без помощи друзей, знакомых, которые тебя поддержат. У вас таких травм-то было ведь в жизни? У меня очень много. У меня руки переломаны, ноги, пальцы эти все. У меня на ногах пальцы просто... Вот представь себе, срывается шар на ногу. А ногу еще не успел не выдернуть ничего, и плашмя стоит. Не важно, но она в обуви. И шар вот этот бросит, и все. Потом я уже в свое время, когда натаскался, научился, как только срывается шар, раз, приподнимаешь пальцы. И даже если не успеешь выдернуть, шар падает, ударяет, и ты в это время при ударе уже выдернешь ногу. А так, бывало, вот так стоит и... В связи со стрессами, которые вам пришлось пережить, вот как вы к этому относились? К сигаретам? А нет, я вообще никогда не пулел. Ни одной, ни никогда? Нет, я вообще... Я почему взял ближе, я подумал, что ты показываешь особые какие-то. Я расскажу, в детском доме, ну, боюсь неправду сказать, трехлетний, трех класс, третьем классе, какие-то собирали чинарики, в газетку закручивали вот этот табак, все. Но меня спасло от всего вот этого, это цирк. Потому что с четвертого класса, считай, когда приехал цирк в Прибалтику, я первый раз залез под скамейки, увидел вот это все, нас гоняли, гоняли. Я все равно влюбился, полюбил, я сказал, буду, циркачок, буду, все. И меня спас, потому что там не учили курить, не учили пить, там надо было работать, тренироваться, это. Что-то показывали, что-то не показывали, что-то сам. Я стеснялся, я увижу, что там артисты на манере. Я иду там под скамейками, под рядами, потому что шапито, и кувыркаю, бьюсь, разбиваюсь, там, ударяюсь. Есть раз кто-то посмотрит, азартистов, иди сюда, раз, покажет, поучит. Они уезжают, они говорят, надо это, я во все кружки. Я и акробатикой занимался, и всем только, чтобы пойти в цирку. Все отдам. Потом мы поговорим. Здесь, по-моему, шкаф огромный, такой большой, весь заставлен бутылками, по-моему, где-то вот в этом. Нет, у меня вообще, вообще, я обещаю. Мне сказали, что это бутылки все кучами дарят, а Валентина Ивановича не пьет ни грамма. Вот, хотелось бы, это правда так? Не пью мало. Ты правильный, это да. Нет, я расскажу, ребята, в чем дело. Очень много бутылок, ну, так называют ее коллекция, но это у меня не коллекция. Я вообще-то, когда ездил по всем странам мира, я любил красивые бутылки. Что там, у меня не имеет значения. Сама бутылка красивая, скульптурка, статуэтка, замок там и все. И я привозил в страну его. И собирал. Не выпивали, а собирал, собирал. И так добралось эти бутылки. Плюс очень много дарили. Привозил. Это вторые, третьи бывало уже, по количеству, знаешь, экземпляры. И они так и есть. Нет, у меня нету такого. Если коллекционер, то это надо закрывать, чтобы воздух в пробке не высыхали. Это, это. У меня нет. У меня есть уже, которые там и по чуть-чуть это уже высохли. Ликеры есть, которые уже вообще раздвоились там. И так далее, и так далее. Нет, я любил, собирал ради. У меня где-то около 600-800, около 700 где-то, ну, примерно, я не могу неправду сейчас сказать, бутылок, которые не повторяющихся. Одинарные. Одинарные. Да. И где-то около 2,5 тысяч бутылок общих сложить и все повторяющихся. То есть крепких напитков. То есть вы их даже не дегустируете? Нет. Просто собираетесь? Нет, не пробыл, нет. Да они, наверное, уже половину, я там же испортил. Потому что они есть по 50-60 лет они будут. Так это ж наоборот, только ценность примокли. Да. Нет, есть, которые, а есть, которые, если какие-то там эссенции превращаются, или что, знаешь, они там два. Ликеры все пополам. Так, пробки. Что там будет? Если рассохлась пробка, и уже там вот, хочешь перевернулась, вот шкапай. Ну, а так вообще, вот, по праздникам... Обязательно. Я нормальный человек, по праздникам. Рюмочка 2-3, если дадут больше. Ну, и 2-3 женщин, это тоже, если дадут еще больше. Вообще-то у меня есть поговорка с Доминитой, которую всегда все хотели снять, в действительности, как есть будут. Саша Ивангин тогда ловил меня на этой поговорке. Я раньше, когда очень-очень уставший был, выхожу с манежа, закрываю за собой занавес уже, когда устал, еле живой. И всегда так громко говорю, специально поднять себе настроение и всем, сейчас бы стакан водки и пару баб. Говорю, что ты, ничего тебе, пару баб. Ну, ты понимаешь, я после стакана водки, я говорю, буду такой хорошенький, что одну положу справа на кровать, другую слева, чтобы не упасть с кровати. Сейчас, я говорю, стакан водки и трех баб мне надо было бы. Ох, говорит, был молодой, тебе это хватало двух. О, правильно, я говорю. Сейчас я чуть постарше стал, не старый, чуть постарше стал. Поэтому выпью этот стакан водки, я его еще больше захмелею. А одну справа положу, с кровати, другую слева, делаю паузу. А не терпеливо где? А третью? Я говорю, ноги, чтобы не мерзли. Вот сейчас, обратите внимание, скульптура, дикуль и две бабы. И написано внизу, под ногами, угадай загадку. Это китайцы сделали. Вот, видишь, стоит. Да. Открой задрвестный. Да, а то не видно на камеру. А ты поставь сюда, на стол ее. А он не поднимет ее. Она железная. Только не уронит. Что ж ты на живот ставишь? Она смешная, она же легкая. Это делали японцы, китайцы, японцы. Весь узкие глаза, у всех у них не как-то получалось это. Не для камеры. Выключи, да? Смотри, не для камеры. Только не задор наперед. Разверни сразу, чтобы было бы удобно. Это не для камеры. Потом я вам покажу правительственные все награды мои. И Нобелевскую, и все, все, все. У меня есть очень много правительственных наград. Самых высоких. Все официальные, все документы. А у вас и Нобелевская премия? Да, я лауреат Нобелевской премии. А за что? Я просто не в курсе. За реабилитацию. Ничего себе. Все в области, так нет. Мало того, что я высший орден Пирогова имею, который всего 27 номер, а их 29 вручено за все присутствие этого ордена. Это белое золото в бриллиантах, все. Обалдеть. А Лоден Пирогова читал, а Нобелевская, по-моему, не Нобелевская, это другая, значит. Нобелевская. Вот, кстати, последняя ваша награда, говорила, буквально вот-вот. А, это вот сейчас, это было народное признание, и еще это. Вот это. Это правительство. Вот это это. Заммэра по вопросам социального развития, министр, руководитель департамента. Он теперь завязанит, держится за плечо. Лучшие врачи Москвы. Ну, что, заслуженно. Давным-давно заслуженно. У вас сколько тысяч человек-то прошло через центр? Нет, у нас есть статистика. Не через этот центр, а вообще по всем. Свыше 4 тысяч человек я поставил на ноги, которые никогда не должны были. И где-то около 4 тысяч, так тоже такая округленная сумма, это не точная сумма, которые начали передвигаться в манежке, ходунках и так далее, и так далее. Ну, то есть улучшения пошли. Нет, ну, передвигаться бросили коляски. Это не улучшение. А, кстати, сейчас в Кунцево центр на Партизанской улице, он работает? Да. Что-то про него в интернете ничего нет. Да, да, нет, есть, работает. Кунцево, Беляево, Ярославство, Лоседево-то в Москве. Сейчас скажут 6 центров и 3 больницы. Одну больницу я закрыл, да. Они нами до бедокурили я закрыл. А вот, кстати, еще вопрос такой, по многим же непонятно, ну, вот объясните, у вас же вот это, где мы сейчас находимся, останки, на этом бюджетно-чередине государственные. Государственные. А там коммерческие. Там коммерческие. Поэтому кто приходит к вам сюда лечиться, ну, это как бы бесплатно. Да, здесь бесплатно. Только подсвечив. Ну, по этой, по медицинской страховке. А просто люди... Нет, по медицинской страховке нет. Переворачивай там вот это. А я сейчас тебе найду. У нас вручение, может, люди приедут. О, додипулю. То есть там чисто коммерческие вот эти центры. Да, чисто коммерческие. А здесь чисто государственные. Чисто-то туда. Дело в том, что я это знаю хорошо. А люди говорят, ой, там дорого у дикуля. Так я говорю... А, это вот награждение Нобелевской премии. Сейчас я включу тебе. Людвиг Нобеля. Да. А он Альфред был, по-моему. А? Что был? Как его звали? А Нобелев. Ну ладно, несутважно. Людвиг Нобеля. Он, который родился в России. Он в Россию. Санкт-Петербург. Это так называемая первая премия, которая была организована. Не первая. Первые премии в России были организованы. И когда война началась, у него в Швейцарской банке деньги все были. Он умер. И братья никак не могли взять деньги. А они были все за рубежом. Родственники его. И они решили открыть международную Нобелевскую премию. И под эту международную они брали деньги всегда столько, что хватало им прожить год. Сейчас по распоряжению, не распоряжению, по просьбе Путина он запросил, есть документы у меня все вот эти, потому что мы получаем книги. Запросил, чтобы 51% отдали в голосов нам. Потому что Нобель у нас был первый. Он премию эту здесь сделал. Первый этой, чтобы вернул бы в Россию эту премию. Вот это как бы. А, здесь открой, там где награды. Вот здесь, здесь, здесь. Прорезай дальше. Да, да. Нет, нет. Там дальше. О, это не все. Это маленькая часть. А в правительстве награды, у всяких правительств там, братик, есть и награды. Там дальше. Десять минут. Может, вам уже надо от центров к институтам переходить? Кого? Ну, открывать институты и обучать своему ремеслу. А я лекции читаю в академию. Нет. Зачем? Вы тогда не знаете? Сейчас я вам покажу одну вещь. Все. Ярослав, Ярославович, я лодок. Это, наверное, на телевизоре проходило. Как же крупнейших международных литератур. Кому, во что, организатор, промышленник. Сейчас я издачу. Лобля, приеме имени Людвига и Малютча Маля Алексей Ахимович Лево. Дважды, герои. Мы проведем телемост, объединивший ветеранов Великой Отечественной войны из 12 стран бывших. Великой Отечественной войны. В этот удивительный город. Город красавец. Город уникальный. Но для меня, в общем, все-таки любой город всегда становится удивительным городом благодаря тем людям, с которыми я познакомился в этом городе. И поэтому вот сейчас в этот знаменательный день я прежде всего я хочу пожелать всем тем, кто живет в этом городе долгих счастливых лет жизни. Я почти 60 лет отдал Большой театр. С детских лет. Васильев. И не могу вам сказать, что я так вот уж был доволен теми спектаклями, теми своими достижениями в области балета этого безслабостного вида искусства, в котором мысли доносятся до зрителя и чувства всем темам. Все то, что... Сейчас я выгадуешь. Валентин Иванович Валентин Дикун. 15 лет выступал на цирковой арене. Носит звание народного артиста. После тяжелейшей травмы он сумел не только вернуться на арену, но и разработал уникальную систему, с помощью которой уже 20 лет возвращает здоровье больным со спинно-мозговой травмой и последствиями детского церебрального пролича. С 1988 года Валентин Дикун возглавляет созданный Центром реабилитации больных с филиалами в Москве в Иркутске и Итальяске, а также с отделениями в США в Польше, Японии и Италии. Доктор биологических наук, профессор Бельгийской академии наук, действительный член Международной академии информатизации, награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью имени Юрия Гагарина за вклад в развитие космической медицины удостоен премии имени Ломоносова за выдающийся вклад в развитие науки и образования. Уважаемые дамы и господа, разрешите мне от вашего имени, от себя лично, поздравить всех лауреатов Нобелевской премии, а также поблагодарить Оргкомитет и всех, кто причастен данной организации за столь высокую награду и всем-всем пожелать крепкого здоровья и счастья в жизни. Служу России и народу. Спасибо вам. А как вы считаете, до какого возраста надо активно заниматься спортом, а потом как бы меньше-меньше-меньше или это настолько индивидуально, что это индивидуально. Но в 60-70 люди точно должны активно еще заниматься. Должение заниматься. То есть это не возраст, чтобы там сдать. У друга... Сейчас, подожди, я сейчас приду, и я буду одеваться, а то бы так без... Нет, последний буквально вопрос. Последний вопрос никогда не употребляет, это он отбирать будет. Еще один. Четыре грыжи, две межпозвоночных и две шморли. Операцию делать боится. Какое лечение вы можете порегулировать? Это иногородняя Зуленовская. Твой друг? Да, это... Хороший или не очень? Хороший. Ну, тогда можно... нужно привести МРТ, и тогда я скажу, если плохой, я бы дал бы целистикаре, чтобы не мучил. Не, ну серьезно. Тогда я говорю, самое простое, привести МРТ, это очень серьезно. Принести МРТ, надо посмотреть, как они выстоят в канал, я тогда скажу, что дальше будем делать. Какие они? Как выстоят? Какой величины? Есть риск синквестра или нету риска синквестра? Это опасно очень. Как компрессируется натуральный мешок? Почему? Потому что это им в ногу боль отдает, в ягодицу, в ногу, может потерять стопу навсегда, и потом после операции даже не вернем ногу. Надо видеть этот риск. Посиди в час, сейчас я одну минуточку. Малитин Иванович, а если протрузии позвоночного диска... А это уже все, пойдут и пойдут, и молвы не можем. Не, а вы бы советовали продолжить занятие тяжелоатлетикой или нет? Только на осевую тебе нельзя нагрузки. На декабрессии. Задать мышечный комплект на декабрессии, а потом уже можно загружать. Но сначала задать. То есть увеличить высоту межпозвонковых дисков и удлинить немножко мышцы сами, крупные мышцы, чтобы на них держалось. А сколько времени? Очень честно. Это было в Минске, 1971 год. Да. Там меня попросили профессор Субатохин, который меня оперировал голову. У меня там очень сильно меня повредил шар. И была серьезная операция как раз черепно-мозговая. И он попросил. У них разрабатывалось, то есть не разрабатывалось, а исследование ввелось на удержание, как вот говорилось, берцовая кость, тонну только выдержали, там еще что-то. А я, когда удерживал автомашину, там уже сверхтонны было. И этого не может быть. Я говорю, почему не может быть? Да просто потому, что не может быть, отвечал. Понимаете? И я в Минске, это тоже есть, снято у меня. Вот. Даже в каком-то фильме есть, когда они снимают, и я под регеновским аппаратом, стоячий такой регеновский, очень большой вес срываю. Там свыше около тонны. И к удивлению они увидели, диски вот нормально, когда я начинаю срывать, диски увеличилась высота межпозвоночника. За счет того, что мышцы срывали и выделили. У меня вот, я покажу, здесь у меня нету, ну на компьютере или фотографии, у меня вот мышцы спины, вот здесь вот, вот так вставлял, и я зажимал руку, и ты вот вытащить его, вот так, ну вытащишь, конечно, но мышцы, вот такие две колбасы будут, на спине. Вот я сейчас могу включить, пока вы будете смотреть, там это, Францию, там я правда, вот как раз 107 килограмм, мой вес во Франции здесь. Сейчас, выхожу, сейчас одну минутку, я буду переодеваться. Валерий Иванович, а вот при протрузии позвоночного диска, вот как долго нужно закачивать спину, чтобы... Нет, просто закачивать это, без полен, потому что ты будешь увеличивать их. Это не закачивать, создать мышечный консет на декомпрессии. Ее, закачивать мышцу на декомпрессии, на увеличение высоты межпозвонков. А чем, какими упражнениями? Мышца имеет, специальная программа, мышца имеет тенденцию, когда ты делаешь мышцу сильной, она имеет, увеличится чуть-чуть в объеме, но уменьшается в длине. Она еще больше компрессирует. А нам нужно растянуть мышцу и сделать сильную. На, прожди, не включил. Вот это и есть, это секрет у того. Вот у нас же, вот здесь и с грыжами много. Сейчас, сколько только я гляну. где есть? Ну, вот здесь. Наверное, финал, сейчас я гляну. Угу, нет. Да, финал. сейчас уже мы пойдем, чтобы и так задержались. начали. когда вы начинали приступали только вот к силовой работе планировали силовую работу в цирку вас были какие-то кумиры среди силачей того времени или прошлого или как силачей нет стоял перед глазами всегда все у меня мересик когда я в больнице для того чтобы поднять а в то время нет у меня были кумиры все сказочные герои которые богатыри сильные люди и они все добрые всегда придут на помощь человеку понимаешь из реальных атлетов таких нет нет я потом уже достал книгу это рекорды прошлого такие вот как раз там это рекорды прошло описывается это я начал выполнять все эти трюки которые они не пишут никто не повторил заводился сам специально тренировался репетировал там выполнял ты зря говоришь очень много очень много у меня здесь я тебе могу не из силовиков найти парня ну вот того же этот того слава он живет две двухфудовки на папа зря я не понял вот он пустились люди он показал на папа зря ты так говоришь просто видео никто не выкладывает вот я легко делают повторите и чтобы ну как-то это было легко нет ну легко это 64 при режиме тут баланс туда да просто чуть-чуть баланс как таковое на папа и вот так когда здесь и здесь гиря слабее боли ломает руку чем когда стоит да папа сам много выступал с гирями вот был московский театр силы в свое время помните до 89 91 год мы такие любители чаркин смолов и горюнов да я выступал в этом коллективе ну вот я сейчас уже зарегистрировал российский театр силы вот зарегистрировал от печати для очень интересное пояса посмотреть потому что вы организовали театры но сейчас только документально пока а потом сейчас вот два кинотеатра я смотрел под который и подошли а сейчас после феврале во второй половине февраля собианин счет три кинотеатра то есть его команда покажет расскажите поподробнее то есть что там будет только одни силовые номера нет 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 там будет цирковые программы будут клоуны цирковые программы кардебалет артисты акробаты воздушная полностью цирковая программа и один или два силовых номера может быть силовые не обязательно с гирями могут быть силовые по силовая пара воздушные силовые акробаты могут быть еще разные такой вещи это вот в этом связано а вообще что такое еще театр силы по моему понятию когда будут будем говорить илья муровец вот детский спектакль сделанный для взрослых и для детей борьба с соловьем разбойником еще его походы его эти всякие вот легенды это допустим геракл 12 или 13 подвигов геракла спектакли будут там будут кроме цирковых артистов будут артисты театра играть роли там все вот вот это все вкусно а сила тем не менее там будет одна из ключевых как бы да нет я возвращаю борьбу туда я хочу вернуть вольную борьбу или нет цирковая борьба была специальная французская борьба была цирки были любимчик маска черная маска был злодей все это спектакль и по-настоящему боролись туда вот такие трюки вы делали вызывали бисняка поддавали специально находили из этого города то проигрывали то выиграли реванши то это спектакль идет ну а какие-то силовые рекорды там тоже будут не будут рекорды будут номера и рекорды это не показали корну номера да это только российские нет любые контрактные будут много заключена контракт девушки девушки убили межомбирую группы есть москве вот посмотрите да и еще раз говорю будем все кто желает и кто будет но будем нет не в москве будем будем контролить делаться будет 12 труб которую тоже будем отправлять на готов да ну и размах у вас это официально все уже зарегистрировано вот у нас вот печати сергей в коллекцию можно в коллекцию единственное что пока сейчас не внесено здесь потому что слово россия нужно получать разрешение у меня было указано театр силы под руководством народного артиста россии вадикуля и нам заблокировали это сказали получить разрешение а я чтобы сейчас получить сначала это я решил убрать народный артист и оставить вот это а какие у вас еще есть планы а какие у вас может быть еще есть планы которые вы планируете реализовать вот театр сделали может быть создали может быть еще что-то хотите вы меня в жизни кощей бессмертным вот и вот ты понимаешь дальше задал вопрос такой планов много вот стоп ты ела конечно сейчас вот смотрите вот после медведи я буду здесь правда я после больницы тоже я переболел и под расписку убежал сначала убежал потом под расписку уехал сразу во францию там где реклама была в какой форме Валентин Иванович единственное мы пока ничего не увидели своими глазами ты все еще не веришься я да да я пока не увижу своими глазами не пощупаю не увижу не вот когда увижу тогда подтвержу что я видел лично тебе нужно просто увидеть или что пощупать попробовать приподнять штабу обязательно со всех сторон посмотреть да это уже проще будет хотя я потрясен хотя я потрясен вот это вот энергии как в которой Валентин Иванович столько планов столько дел с утра до вечера занят столько людей вокруг такая бурная деятельность потрясающе и это 75 и на одном салате откуда только энергию берется ну правильно сказал отсюда цирковую же программу готовит чтобы выйти на манеж тут несколько раз прозвучало да что когда в следующем году наверное про февраль говорим вот даже тогда потому что будет еще репетиция к ней да и приглашал нас на ну что же это стоит увидеть своими глазами раз приглашают тем более съемки видишь более для других каналов сначала будет нет сначала будет эта репетиция когда можно всем на типа посмотреть приглашает а потом после этого для первого канала уже по моему говорил сначала для других каналах а потом отдельно только для первого а это как бы для других как приседка ну да репетиция генеральная но просто пескунов это авторитет в пауэрлифтинге просто несомненный да когда он там 40 лет приседал за 400 и бил рекорд среди молодых это тоже казалось там чудом как-то так можно в таком возрасте приседать а сейчас сколько ему лет ну за 50 уже давно то есть в общем то 400 килограмм 4 своих веса приседать да это 40 лет это это серьезно и так вот пескунов говорит что да да вот вот легенда да 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 нет хорошо что 160 но он когда его выкатил так легко и вот так вот так ну могу и потом 45 килограмм вот этот вот чат ну это реально мы его все подняли пара это цена а тут считаю еще больше нет сейчас то что по ровному полу ровный шар катается . да нет катается он тонну будет кататься почему он не отрывается потому что тяжелый вот а гирю ну да два пуда на два пуда это абсолютно реальные ни одному или двум и не пятерым даже в россии но это некий супер топовый результат внутри куда на три пуда это как я когда сам тренировался в молодые годы 70 килограмм жал одной рукой штангу на 10 раз 70 килограмм не толкали жали что-то много ну это более 70 килограмм жал одной рукой на 10 раз штангу но это было в молодые годы возможно я между прочим сариком сцепился однако на вагон сариком и я вырвал одной рукой на 20 до 30 килограмм больше чем он вырвал одной рукой а он мастер международник сделал а примерно результат какой одной рукой был тогда боюсь неправда около ста десяти килограмм вы вырвали да да стойку полностью от 8 килограмм но вы так атлетично сложные столько мышц у вас не жили вы за всю жизнь не принимали никаких запрещенных и понят когда когда там нет и когда был выступление ли что-то работал ничего вообще когда готовился витамины принимал и приличное но это на рекорде не запрещался правильно вам же никто ничего не запрещал не так нельзя то что у меня будем говорить установление рекордов и сверх тяжести каждый день так что было в твоей печенью если я что-то принимал тут когда ты соревнованиям готовься 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 круглый год круглый год выступать ежедневно начал вопрос задавать поздно и саскоридзе было передачи саскоридзе говорит вот спортсменам то хорошо подготовились выступили все а мы горят вынуждены каждой божьей да не это мало того что репетиция не тренировка меня это было и тренировка и репетиция артист это еще и репетирует а вечер обработает субботу 2 воскресенье 30 так то есть это ежедневно эти рекорды вот такие вот каждый день вот зачем тихнул заболел я то есть два раза по несколько раз я же в вашем театре ездил каждый день мне не рассказать петь но дело это это просто самый просто у меня было две гири по 16 килограмм и я выжил как можно такое поднимать да вот считай 120 до 50 170 но это как минимум и с ней еще ходить разворачиваться из первого раза же все это не то что там да это уже до несколько раз да нет это после 10 минут подъема всего 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 и надо все с первого раза конечно такого никто не после в цирке не делал и близко да я был в цирке там такие силовые бредовые атлеты да гирю по поднимая там чем шарики какие-нибудь и все с такой физуха весы вот технику бы поставить штанги добрый ну или в пауэрлифтинге тогда не было пауэрлифтинга до 70 он начал в самом конце до пирамиды кстати наши ребята вот из театра делали похожую штуку но только штанг лишь поменьше а кто там был а кто из них пирамиде то стоял вот по моему на стенку на стенка на меня есть это на видео записано это у меня ощущение что тут любой атлет сделаешь там 300 400 килограмм ну чисто так вот это ну да но это результаты конечно нереальны вот у кого 107 килограмм да здесь одна спина так что тренировку смотреть